Здравствуйте, всем приветствую студию Укрл Лайв ТВ и в гостях у меня Алексей Аристович. И вот по какому поводу, здравствуйте Алексей. Мы же не только с нашими гостями студии общаемся здесь, но еще и смотрим, что они пишут в фейсбуке и переписываемся даже. И мне кажется, что отдельно заслуживает разговора ваш пост, касающийся все-таки языка украинского, поскольку вы такой билинговый, легко пишут на украинском, на русском и выучили эти два языка. Столько раз ты человек, сколько ты знаешь языков, сколько ты Аристович, столько ты знаешь языков, но это не про Аристовича. То есть интересные мысли были высказаны, и я поэтому сегодня решил пригласить вас, для того чтобы окончательно может разобраться или как-то промежуточный финиш какой-то выставить вот в этой дискуссии, в этом споре, которая далеко заходит, потому что мы к этому еще вернемся, к чему он может привести даже вот в Украине, которая почти уже в Европе. Начнем с языка. Значит, есть несколько вещей, которые я хочу заявить во всеуслышание, потому что пришло время, и когда в стране некоторые тенденции языковые приобретают шизофренические масштабы и превращаются из зоны психиатрии, качуют в область национальных флешмобов, национального уровня. Это надо останавливать. Останавливать надо чем? Это ясным пониманием. Первое, что хочется сказать, что языковая проблема и общий разговор о языке, она чрезвычайно примитивизирована. 40-миллионная крупная европейская страна дискутирует эту тему на уровне 5-летних детей, которые ковыряются палочкой в ранке. То есть это этнические раны, они не позволяют, мы понимаем и склоняем дань перед, там, голову я склоняю перед, грубо говоря, 300-ми годами и валуйских указов по давлению украинского языка, да, но как это, одно дело переживать психологическую травму, этническую, глубоко укорененную, а другое дело пытаться эту травму спроецировать на общегосударственное строительство и модели будущего устройства Украины, в том числе по языковому признаку. Значит, это как постановка проблемы. В чем проблема? Я хочу поднять дискуссию как бы на этаж выше, для чего этот пост писал, что на самом деле дело не в языке, а дело в цивилизационных проектах. Цивилизационный проект это большая такая концепция по развитию данного типа общества. При этом оно может иметь этнические составляющие языковые, национальные, а может и не иметь. Простейший пример языкового проекта, который никак не сосредотачивается, вернее цивилизационного, на языке и на национальности, это буддийский проект, например. Разговоры с точки зрения буддийской доктрины, да, разговаривать о том, на какой-то национальности или на каком языке ты говоришь, это всерьез дискутировать, это, ну, это шизофрения, как бы, да, не имеет никакого смысла. Например, исламский проект мировой, мирового масштаба. Есть достоверный хадис, не, хадис, который считается достоверным пророка Мухаммеда, пусть Аллах его благословит и приветствует. Где? Я это как это? Я очень не точно, но примерно передам, я не цитирую, примерно передам содержание, что тот, кто говорит о национальности, гордится своими предками, до сих пор держится за конец своего отца. В буквальном смысле этого слова. И там множество, национализм считается харамом в исламе, и множество указаний, хадисов, слов пророка есть на то, что и восподвижников на то, что национализм — это харам, это запрещенная вещь, им нельзя предаваться, все люди равны перед Богом, тот, кто гордится предками, подобен навозному мужику и так далее, и так далее, и так далее. Христианский проект. Не есть Элина, не есть Иудеи, есть просто человек и так далее, и так далее. Вот как работают цивилизационные проекты. Они работают с антологией, с устройством мира, с целеполаганием человека во Вселенной, его взаимоотношением с Богом и с большими вещами. Есть проекты, которые очень сильно ориентированы на язык. Простейший пример — французский проект национальный. Он целиком построен не только на логике просвещения, но и на понятии французской нации, и они бесконечно педалируют эту тему французскую, и так далее, и так далее. Есть, например, такой специфический проект, не мирового масштаба, но он крупноцивилизационный проект — это иудейский проект, не израильский, а именно иудейский. Там настройки еще более сложные. Кого считать иудеем, долго спорят сами иудеи. Но как это? Даже этот проект бакалаблучно существовал вне знания иврита, широкими иудейскими массами. Они говорили европейский идит на идиш, на ладину. А евреи, которые были фардами с востока, они говорили на местных языках, арабские, как правило, диалекты. Это не мешало им оставаться евреями, сохранять этноконфессиональную идентичность. То есть первое, что мы должны подчеркнуть, что речь идет о цивилизационном проекте. Государство — это слишком мелкая вещь для цивилизационного проекта. Французский проект не является цивилизационным, он является французским национальным. Тогда сразу встает вопрос. Обычно цивилизационный проект накрывает несколько стран или целые большие регионы. Например, христианский проект, он есть и в Европе, и в Америке, и в Астралии, и в Юго-Восточной Азии, и в России. Его много где по миру. То же самое с исламским. И государство он использует как коробки, в которые он укладывается. Но ему всегда мало одной коробки. Теперь вопрос. Мы в Украине какой проект строим? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. И у нас есть ситуация гражданской войны цивилизационных проектов. Из которых два цивилизационных, а два национальных. Мы перечисляли, надо заново о них говорить, раскрывать их значения. Первый — это так называемый националистический проект. Это проект очень похожий на французский. Это классический европейский национальный проект, очень плотно связанный с эпохой модерна и с его логикой. Проект, который многократно провалился в истории Украины, не удался и породил огромное количество комплексов и желания за них поквитаться. Что, собственно говоря, сейчас и происходит в вопросе языка. Есть проект так называемый еврооптимистический. Это цивилизационный проект. Это попытка вернуться к надгосударственной конструкции, вернее, вступить в надгосударственную конструкцию, которой является Евросоюз. Это проект левого социалистического наднационального толка в Европе, который сейчас там доминирует. И тоже вызывают различные эффекты от появления ультраправых партий. Та же Мария Липен, которая сейчас второместный кандидат на французских выборах и так далее. Есть проект советский. Это цивилизационный проект огромного масштаба. Проще его называть красным проектом, так знаменитым. Он никуда не делся на самом деле. Остались мифы, осталась логика, интенция. Он внутри себя имел несколько тенденций. Там легко можно насчитать, например, проект Троцкого, проект Ленина, проект Сталина, проект Вернадского. Это все составные части красного проекта. И все имеют отклик и соответствующий поклонникам в той же России. Есть проект российский. Российский проект это не цивилизационный проект, это региональный проект регионального масштаба, который охватывает собой Россию и бывшее государство Российской империи, плюс их окружение непосредственно по границам. Идея его центральная какая, что Россия должна быть доминирующей региональной силой. Страны соседние должны пройти через финляндизацию, то есть зависеть политически, экономически и цивилизационно от России. И согласовывать все свои действия, внутреннюю и внешнюю политику, согласовывать с Россией с оглядкой на Россию и, так сказать, не играть в игры, опасные для российской государственности. Вот это логика. Например, российский проект очень специфически действует. Наиболее пострадавшей категорией граждан в России являются русские националисты. Потому что они носители альтернативного проекта. Россия управляет наднациональная элита, она не русский характер имеет, а сборный, не этнический. И она репрессирует русских националистов как носителей альтернативного проекта. Также репрессирует мусульман, например. И всех других частных проектов, например, пан-тюркистского, который там силен в Татарстане, например. И так далее, и так далее. Что главное для проектов? Как вот цивилизационный проект — это очень умные слова, да? Они понятны только специалистам. Ну, для простого человека проект дан через миф. Всегда. Что такое националистический проект? Это Донцов, это Бандера, это Шухевич, это подвиги украинского казачества. Все годы… Немножко Михновского добавят. Да, Михновского. Освободительной войны. Это… Первый, другой, третий вызвали наизмагания. Это крутые там и так далее. Это сопротивление на НКВД и послевоенные, и так далее, и так далее. Первый Майдан, второй Майдан — борьба за независимость РУХ. Это вот эта вот логика. Примерно туда. Там языковой вопрос имеет важнейший характер. И логика такая. Если ты говоришь на украинском, ты украинец. Если ты не говоришь на украинском, ты кто угодно, но не украинец, не можешь быть членом нации. Тебя нужно перевести насильно или принуждением. Не тебя, так твоих детей. Нужно перевести на использование украинского языка. Что мы имеем? Когда-то этот проект был популярен. Он сейчас достаточно популярен. И люди всерьез не могли ему ничего противопоставить от логики языковых настройок этого проекта. Но мы знаем, что одним из самых блестящих знатоков украинского языка, не просто специалистов по нему, признанных в мире, признанных среди других украинских ученых, и историей Украины был Дмитрий Табачник. Министр образования. Это изысканный литературный украинский язык. Это знание блестящей истории и так далее. Министр образования. Все знают, какую роль сыграл Дмитрий Табачник для в деле, например, борьбы Украины с Россией, войны. Наилучшим украинизатором за все 25 лет независимости, 26, выступил Виктор Янукович. Во-первых, он украинизовал сам себя, заставил использовать украинский язык. Во-вторых, он Азарова заставил по-украински говорить. Ни Ющенко, ни все остальные не сподобились ни на что близко. Единственное, что Кучма перестроил госаппарат на использование украинского языка. Был такой момент. Это означает, да. Узначает очень простую вещь, что можно быть носителем изысканного украинского языка и быть врагом Украины и украинского проекта. Раз. И сразу сломалось главный миф националистического проекта, связанный с тем, что если ты не говоришь на украинском, ты не можешь быть патриотом, не можешь быть украинцем. Второй момент. Война породила и революция огромное количество людей, которые этнически русские либо украинцы русскоговорящие, которые совершают бесконечное количество подвигов в зоне АТО, в волонтерском движении, в гражданском движении на русском языке. На русском языке. Подорван второй миф. Если ты русскоязычный, ты не можешь быть патриотом Украины. Это тоже не так. И последние три года это отчаянно доказали. То есть главных два постулата, которые вытекают из недр националистического проекта и аффилированных с ним людей, которые испытывают родовые травмы, травмы украиномовности. Такой флешмоб произошел благодаря Мирославе Борчуку по сети. Все писали о том, как они в детстве страдали от того, что их притесняли по украинскому языку и так далее. Короче, ужас и кошмар. Они проистекают оттуда и там у людей болит настолько, что они теряют всякую логику. Вот эту логику хотелось бы восстановить. Логика очень простая. Что говорить о языке надо говорить в рамках цивилизационных проектов. Понимаете? А не о самом этом самом. А это подразумевает. Цивилизационный проект это миф и набор архетипов соответствующих. Вот вам есть явление. Есть такая вещь в Украине, как русская городская культура. Украинская. Это культура, которая происходит. С чего складывается культура? Это почва должна быть этой страны. Например, украинская почва, украинский материал, украинские сюжеты и желательно язык, конечно. Но не обязательно. Язык в данном случае является художественной формой. Вот вам простой пример. Есть театр, театр Черный квадрат в Киеве. Знаменитейший театр. К нему многие по-разному относятся, но он носитель уникального жанра импровизации. Я в нем 17 лет проиграл в этом театре. Когда пробыл. И что парадоксально? Приходят носители натурального украинского языка. Импровизация не играется по-украински. Невозможно. Сколько раз пытались, все же патриоты. Квадрат купил три скорых и передал на фронт. Огромные. Полноценные реанимационные машины. Постоянно оказывают помощь и так далее. Патриоты все насквозь. Проблема в том, что, например, импровизация, мы должны перевести эти Черный квадрат. И они играют спектакли преимущественно на русском языке. Это отыгрыш русской городской культуры, вернее, русскоязычной городской культуры, но она целиком происходит на украинском материале. И там действует набор современных городских украинских архтипов, которые чего там скрывать? Киев, русскоязычный город, Днепропетровск и так далее. Все это все и большинство областных центров. Центра из-за вступок культуры. Я бы не утверждал. Понимаете? Так вот, как это... У нас коллектива насчет Киева. Алексей Курилко, который занимает... Господи великолепный, конечно. Ведущий актер Черного квадрата. Он писатель-поэт. Он русскоязычный писатель-поэт. Занимает там места и так далее. Он должен переводить свое произведение на украинский язык или мы должны оставить ему право творить на русском. И вот это вопрос такой. Это вопрос, к какому цивилизационному проекту это все принадлежит и куда это все девать. Понимаете? Вот мне жаль русскую городскую культуру. Я уже не говорю о других вещах. Например, венгрия Закарпаттия. Там native speakers, то есть исконно говорящие дети, они же как это... У нас есть такая странная странная часть мифологии, такой социальной, которая гласит вот о чем. Примерно месседж такой. Ну давайте уже этим всем совкам бывшим дадим дожить на русском языке. А их детки, они с детского сада говорят по-украински. Вот они все будут говорить по-украински. Это говорят люди, которые не понимают, что язык является техническим средством, а вовсе не домом бытия. Что домом бытия является миф, который стоит над данной конкретной культурой. Вот я дважды был с театром Черный квадрат на гастролях в России. Мы брали все первые места, выметали настолько, что местные театры написали такие молодежные, написали письмо с просьбой нас в третий раз не приглашать, потому что мы выметали все. Все спектакли играются на русском языке. Я вообще не идет на русском языке. Ни у кого нет никаких сомнений, что приехали украинцы. Потому что ничего российского там не было в помине. Я русскоязычный человек. У меня родной язык русский. Я бы не отказался, чтобы он у меня был французский, латынью или даже суахили. Но так получилось, что русский. Я не питаю никакого сентимента непосредственно к русскому языку. И я не люблю российский архетип. Вот прямо вам говорю. Я на них смотрю, как на музейные экспонаты. Я на Шри-Ланке смотрю музейные экспонаты, я на российские экспонаты смотрю. Суриков, вся эта логика там. Вот и Россия там. Высоцкий, это все очень хорошо. Мне это интересно, это надо знать, это соседи. Они не вызывают у меня никакого сентимента. У меня не вызывают особенно большого сентимента и украинские архетипы. Но они мне куда ближе, например, чем русские. И так далее, и так далее. Все кричат, что дело в самоидентификации, что гибридная война за самоидентификацию, что гибридная война, это война за язык. Это еще один очень большущий миф. Ирландцы благополучно воюют с британцами по-моему, последние 300 лет на британском языке, потому что ирландского не помнят и не знает никто. Третьим государственным языком в Израиле является арабский язык, язык их врагов, которых окружают. Умные евреи считают, что его нужно знать. Он должен быть государственным языком, наряду с английским и ивритом. Потому что есть еще один миф, который пихает, вот якобы евреи восстановили, израильтяне восстановили, там мертвый язык ивреи. Да, восстановили, и сделали после этого арабский вторым государством. Это еще один миф, который хотелось бы настройкой, который хотелось бы развалить. Поэтому месседж главный основной. Важно, какие архетипы над этим стоят. А в какую форму технически они укладываются, это уже совсем не важно. За архетипом стоит еще три этажа, но о них рано говорить. Хотя бы поднимем разговор на этот уровень. Поэтому я считаю, что никакая Украина в националистическом варианте невозможно. Это путь к сокращению ее до размеров Гетмичины. Это попытка принудить людей в языковом вопросе, а также в вопросе культурном. Это открыть ящик Пандоры проектных войн на территории Украины, которые и так идут, и еще их усугубить дополнительно. И в конце концов, это кончится стандартным украинским архетипом, который называется Черная Рада и Руина. И все развалится. Вот война проектов в Украине, на этом подробнее становится. Потому что, перечислив их, мне кажется, это мало. Есть же какая-то расстановка сил, какие-то одержатся победы, какие-то совершенно там порой возникают экстремистские вещи, ведущие к нерасследованным убийствам. Начиная с Бузины, который много сделал для того, чтобы, может быть, даже и опорочить украинский... Националистический проект. Он выступал тараном националистического украинского проекта. Он был таким человеком, который, конечно, не стеснялся выражения. Но в конце концов, мы же стремимся в Европу. И в Европе допустима же дискуссия, хотя там тоже с Чарли Абдо там было оскорбление прямое, в виде карикатуры. Но я бы не сравнивал эти вещи. И вот этот вот наш путь в Европу даже уже почти там упразднился, визы и так далее. Безвестные, северным, да? Вот как бы так порассуждать, как в Европе относительно мирно сосуществуют эти проекты? Хотя там тоже, если говорить о проекте, не знаю, исламского терроризма, или как его определить? Европе ничего не сравнить. Европа с Украиной. Европе ничего мирно не существует. Абсолютно. Вот особенности войны проектов в Украине и Европе. Да, сейчас поговорим. Смотрите, давайте начнем с неожиданного, парадоксального. Воюют ли между собой российский и советский проект? Конечно, воюют. Конечно, воюют. Во многом, в диалоге российская и антисоветская, она нарядится в какие-то одежды, вот эти уже... Ну, часть она берет то, что считают нужным и так далее. Начиная с мелодии гимна, который вдруг стал российским, и заканчивая, правда, это наднациональная элита, которая принципиально никогда не педалирует национальный вопрос. И в Татарстане говорят на татарском, на Кавказе говорят, в госучреждениях, на местных языках. Она и вообще, что такое российская элита? Это смесь тюркского, еврейского, русскоязычного, финно-угорского и кавказского элементов, скорее, вот так вот. И украинский там был до предыду времени, и сейчас достаточно много остается. Теперь смотрим, что получается. Они затевают проект «Русская весна». Это проект, в который, когда они поняли, что это как это, бардак нельзя остановить, его нужно возглавить. Старый добрый способ. Они начинают делать этот проект и начинают пассионариев альтернативного российского национального проекта скармливать в топку событиям на Донбассе, в Сирии и так далее. Они сжигают пассиональный элемент, в том числе, как своих внутренних конкурентов. В том числе. Теперь получается, что педальюруют к титульной нации, к ценностям, чисто русским. Какова Россия, на самом деле, никогда не защищала. Она не является проектом, который защищает исконно русские ценности и русские, самая репрессируемая нация в России. Там татарам и кавказцам живется гораздо лучше и легче, чем русские. Теперь возникает... Но поехали на Донбасс, поехала в 2014 году, преимущественно сторонники и с нашей стороны выявились, те, которые перешли на их сторону. Это люди, сторонники советского проекта, ностальгирующие по нему, и русского националистического проекта. В свое время, когда россияне, российское руководство положило лапу и начало там все строить государственности, военную машину, уже организованно, в непосредственном подчинении к Москве, они начали уничтожать полевых командиров, романтиков советского проекта и русского национального проекта и убили их бесчисленное множество. В частности, казацких лидеров было. Казачество ликвидировано достаточно много. Это российский проект государственный убивает сторонников двух альтернативных проектов, русского национального и советского проекта. И он в значительной мере произвел зачистку. Гиви, Моторолы, из крайних примеров, они это романтики, пусть бестолковые, но романтики альтернативных проектов, полусоветского, они плохо его осознавали. Их убил российский, убил российский проект. Теперь переносимся сюда. Там еще Махновская такая составляющая, говольница есть. Переносимся на анархический проект. Переносимся теперь на украинскую аналогию. Есть евросоюзовский проект, евроцентрический в Украине. Он что делает? Он репрессирует и убивает точно так же представителей националистического проекта. Где Саша Белый? Где Лесник? Это еврооптимистичный проект, так называемый. Убил, а часть посадил огромное количество представителей националистического проекта или тяготевших к нему людей, сидит в тюрьмах. Добровольцы, бывшие солдаты и так далее. Это один проект расправляется с другим. Проектные войны идут во всю. Так как хочется перебить и подходить, есть некий панамериканский проект в Украине, который убивает, но если не олигархов, то как-то коррупцию убивают. И вот-вот не справятся, чтобы зашли же наконец нормальные монополии транснациональные. В Америке тоже два проекта, минимум. В Америке есть проект глобалистский Хиллари. Демократы и клан. Глобалистский в том смысле, что давайте элиты мировые объединятся, будут между собой дружить и направлять общее движение развития всего человечества на глобальном уровне. Регулировать и торговлю, и конфликты, и так далее. Будут острова безопасности, будут зоны конфликтов, и наша армия будет охранять службу безопасности. Мы свободно будем обмениваться товарами, услугами, людьми. Есть проект Америка превыше всего, представителям которой сейчас есть Трамп, который победил. Это Америка красных воротнях, краснорубашечников, всех этих дядих лесорубов, которые апеллируют к имперскому американскому проекту. Америка сильнее всех, Америка должна быть снова мировым жандармом, расставить все точки на «ды», и все ради американцев. И эти тоже два проекта борются, и борются не на шутку. Соединенные Штаты четко поделились пополам на этих выборах. Хиллари победила по голосам, но проиграла выбор с небольшим отрывом. Везде в мире конфликтуют проекты. Понимаете, логика национальных государств, сложившаяся в 17 веке по результатам 30-летней войны, она настолько уже не теряет свою актуальность. Все заместили государством корпорацией. Транснациональная корпорация, «Кока-Кола» имеет бюджет 10 раз больше, по-моему, бюджета национального Украины. Так она является серьезным игроком, играется субъектом. Внутри раньше было как? Был субъект международной политики, и они между собой спорили. Сейчас в одном субъекте международной политики есть куча внутренних субъектов, два проекта борются, а то и три. А еще есть игроки, которые вообще не являются субъектами международного права. Например, такие как игилы, как корпорации. Тем не менее, они очень мощно влияют на ситуацию. Тот же «Шелл», «Невсиные корпорации» и прочее. Тот же «Газпром». И получается, что правильной логикой рассуждения является логика в цивилизационных проектах. Они могут бороться не только на материале одной страны, но и на материале одного человека. Вот типичный пример. Теракты 11 сентября совершили люди, которые являлись эмигрантами в Европу, из Саудовской Аравии, из Ближнего Востока, во втором и третьем поколении. Это же не дикие арабы, которые приехали, возненавидели все, они медленно транили. Это люди, которые выросли в Европе с детства, родились в Европе, в европейских детских садиках, или даже в третьем, пока не оделись, закончили европейские университеты. Тем не менее, их точка самоидентификации сместилась к чему? К исламскому проекту, к исламистскому. И они совершили теракт самоубийства. Европейцы в третьем поколении. То есть проект как мотивация, да? Проект определяет все в человеке. В чем в человеке. И человек рождается с определенными внутренними настройками по умолчанию. И проекты подбирают себе людей, не люди подбирают проекты. То есть не национальная, не культурная, какая-то проектная идентификация? Проектная самоидентификация, и это засновано в глубинной антологии личности. Как она... Как архетипы, да? Конечно. Как она, глубинные архетипы, глубокие. Как она отвечает, как проекты подбирают себе людей. Они смотрят, сканируют подсознание человека, грубо говоря, и выбирают по соответствующим базовым настройкам в четырехугольнике ответы на вопрос, кто я, где я, в каких отношениях мы находимся, я и мир, и бог, и зачем это все. Человек раздается с определенными настройками, проекты его растаскивают по этим настройкам. Нужно иметь очень высокий уровень личности, ясность сознания, и душевно-морально-волевых качеств, чтобы играть с проектом на равных, оспаривать его, либо отойти в сторону и смотреть на проекты со стороны. Такие люди есть, но их всегда мало. Основную массу людей растаскивают проекты, как маркетологи растаскивают своего покупателя. Вот в Европе, смотрите, доминирует одним предложением, доминирует европейский социалистический проект, наднациональный, и регулярно въезжают грузовики в толпу мирно-отдыхающих людей, потому что этот проект оспаривается исламским проектом, ультраправым радикальным, и даже ультралевым радикальным проектом в Европе, который тоже есть. Сейчас меньше, наверное, меньше, большая ставка на ультраправых. Да, и Россия, например, вкидывает деньги очень отчаянно и в ультраправых, и в ультралевых, и в радикалов исламских, для того, чтобы раскачивать Европу, создавать ей проблемы, и потом эти проекты модерировать. Проблемы модерировать. То есть везде и всюду одна страна, нет ни одной страны, которая являлась бы носителем чистого проекта. Идут самые серьезные проектные баталии на материале конкретных людей, конкретных сообществ, конкретных голов, даже и душ и сердец. Как быть с китайским, великим китайским проектом? Это отдельный проект, или это все-таки модернизировано? В Китае является, как это, государственная политика является лозунгом, провозглашенным «одна страна, две системы». Сейчас они говорят о трех системах. Это конфуцианский проект, безусловно. Есть ханьский, очень мощный проект в Китае. Ханьский, как титульная национальность. Да, оно не является нациалистическим в узком смысле, но ханьские мотивы там звучат. Есть суйгур-удзюрский, мусульманский отдельный проект. Суйгур-удзюрский. Да, есть этот самый, есть тибетский проект, который сейчас... Он такой кучук-кайнаджирский договор с Крымом всегда. Да, есть тибетский проект, тибет оккупирован с 1956 года, как считают, тибетом был отдельным государством Китаем. И есть проект христианский, потому что из 65-ти китайских миллиардеров 63 христиане. Новое, новое обращенное. И количество христиан увеличивается с астрономической цифрой. Говорят, к 50-му году будет 500 миллионов минимум китайцев, христиан. Есть коммунистический проект, есть проект, который тоже делится на несколько частей. Логика развития Китая внутренней, логика развития... Он может быть и не заглох, но есть тайваньский проект, гонконгский проект. Смотрите, на территории Китая какое количество разных проектов борется. Это норма для земли. В этом смысле эпоха национальных государств прошла. Для нас эта тема до сих пор актуальна, потому что мы живем внутри Украины, в этом аквариуме. И у нас вот этот националистический проект педалируется, попытка, как это, переиграть модерн заново и создать национальное государство в период, когда сама вещь такая, как национальное государство, уже потеряла всякое значение и актуальность. Это накладывается на этнические и исторические травмы, оборачивается в комплексы, связанные с... И проблемы, связанные с травмой, связанные с войной. Вот и там уже седьмой по счету попыткой, проваленной попыткой перестроить систему и приобретает вот такие гротескные формы. Я категорически утверждаю, что в Украине невозможен... В чем проблема этих проектов? Вот смотрите, проекты очень четко делятся еще на две этих самых. Проекты есть исключающие. Исключающие. И есть интегрирующие. Националистический проект является в Украине исключающим. Он хочет вытеснить все, что не является украинской этнической массой, на самом деле, и заставить, или как минимум, все, что не говорит на украинском языке. Этот проект обречен на провал и выборы подряд показаны как раз. Этно-националистический, да? Этно-националистический. Я условно называю националистический. Либерально-демократические националисты есть, которые вполне выходили на Майдан. Но это евроцентрические. Я их надо присчислять к евроцентрическому проекту. А это такие автономы, только не анархисты, а именно такие автономные националисты, которые хотят быть своим путем, да? Ищите Бандеру, ищите там, в мифологии, ищите Донцова и так далее, и так далее. Они считают, что, ну, если примитивно говорить, упрощать, один из стропил, главных стропил этого мифа, из толпов, выглядит так, что, как только мы перейдем на украинскую мову, и распрощаем аппликаты, там, культ Бандеры и Донцова, то сразу будет украинская космонавтика, будет украинская летакобудование, и, взагалей, украинские войска... Я тут вступлюсь за язык, за мову, которой я не владею совершенствами, потому что, как мне так, никак не перейду с внутренней речи, чтобы ее там, как-то, ну, не портить, чтобы не было, вот таких ошибок досадных, которые вызывают ухмылку, даже у тех, кто говорит на суржике, и поэтому внутренняя речь украинская, она, конечно, освоена, давно, а вот так, чтобы заговорить, может быть, поэтические какие-то рядки, бывает, но, хочется вступиться где? Все же, период, так называемый, советского проекта, хотя, так называете, скорее, такой переходный период между, там, капитализмом, и все-таки, не получилось, но вот, куда-то к коммунизму, да, и такой он, социализм, условно, назывался, еще ничего не кончено, да, был период, ну, там, сейчас мы не углубляемся, даже, вот, в уточнение позиции, наши, там, вашей МС, правом нации, там, национальная культурная автономия, там были такие версии, тоже, да, но все же, моментами, я даже помнил, это когда, некое давление на язык украинский, на культуру, на национальную буржуазию, как бы, скажем так, за национальную буржуазность, там, чуть ли не привлекали, его стоит же, стус, и там, вплоть до, какой-нибудь, писателя-фантаста, как тут не вспомнить нашего, альтернативного, да, Лейсбердник, конечно, даже его там, ну, и Танюк уже покойный, Лейс Степанович написал это воспоминание, мемуары, все это, оттепили, расстрелянное поколение, и прочее, и к чему это говорю, да, и вот, не реакция ли это только лишь, этого проекта, вот такого, назовем там, этно-национального, на советский проект, то есть, есть ли какая-то реакция проекта, есть ли какое-то преодоление наследия, тяжелый проект, хотя, как, ну, для меня понятно, что Украина составит СССР, не только членство безопасности, но и, как бы, там, и даже учредитель ООН, но и она, в каком-то смысле худо-бедно, но как-то, но она пыталась состояться, как национальное государство. Основа же в чем же, тоже не понимают, сейчас точно состоится, люди здесь, люди не понимают, что такое культура. То есть, война проектов прошлых и нынешних, вот так бы я спросил, есть ли она? Люди не понимают, что такое культура, и вот в Украине, и это проблема, культура, это архетипы, мультик Петро Пяточкин, а Божий жил-был пёс, или, как это, Остров сокровищ, Капитошка, они издавались в двух вариантах, на русском языке, в том числе, ни у кого никогда, ни у казаха, ни у белоруса, ни у якута, ни у русского, не возникало, когда он на русском языке смотрел Капитошка, и тени не возникало, что это русскоязычный или русский мультик. Это был насквозь украинский мультик, потому что там были украинские архетипы, украинская стилистика, украинская логика просто на русском языке, техническом. Он мог бы быть и на башкирском языке, но тем не менее, он бы оставался украинским мультиком. Казах, когда по-русски говорит о великом Чингисхане, о борде, о корнях, о кумысе, о юрте, он не защищает русский проект, он защищает казахский, просто на другом техническом, другим техническим средствам. Вот эта вот тонкость есть, в вашем посте, в фейсбуке, я помню. Так в чём же проблема, что украинский проект националистический, он ориентирован не только антироссийский, он ориентирован на антипольский очень сильно на самом деле. Уж какие драки были с Польшей, и до сих пор польские националисты, украинские националисты в очень сложных отношениях. Вспомним последний выстрел по консульству в Луцке, там бесконечные разборки с Волынской резнёй, с искорнением памятника, с избиением взаимным туристов и так далее. Он был австро-венгерский, он был анти-немецкий в своё время. Многие считают, что частью мифа является националистическое, что война началась, Первая мировая война, Вторая мировая война началась в Закарпатии. Не с нападением на Польшу, Германию, а раньше, когда Словакия, Чехия напали на Закарпатии с попыткой его поделить и разделить. И там Карпатская сечь сопротивлялась этому. Три дня. То есть, видите, разные проекты, это разные психологии, разная периодизация истории, разная логика истории. Это огромный миф, настоящий над каждым проектом, архетипы. Люди тяготируют к мифу. Но проблема в том, что люди, как основная масса народа, народ все равно мудр, не люди управляют мифом, а миф управляют людьми. Он начинает искажать реальность как таковую. Мы с этого начали, еще раз надо подчеркнуть. Блестящие знатоки украинского языка, такие как табачник и хорошо говорящий Янукович, который сам себя заставил говорить, оказались прекрасными врагами Украины и всех проектов украинских независимых. Поэтому они, конечно, конфликтуют. Конфликтуют. Полем битвы является не только страна, но и душа, голова и все остальное конкретного человека. Я хотел бы вернуться к исключающим проектам и включающим. Украина многоукладная страна. Любая попытка унифицировать ее до любого из проектов, до любого из проектов, причем неважно какого, националистического, евроцентрического, советского, российского, пятого проекта, сторонником которого я, например, являюсь, там и так далее, и так далее, любого проекта, чисто исламского, чисто христианского, что сделает? Уничтожит Украину. Уничтожит. Она разорвется, она будет разорвана проектными войнами и тут опять будут ситуации, когда три дня едешь, ничего кроме человеческих костей не видишь на полях. Понимаете, в Украине возможен только интегрирующий проект, который включает всех. На заре независимости, когда был жив Вячеслав Черновол, он сказал такую фразу, что Украина должна построить такую страну, которая русскому живется лучше, чем в России, а французу лучше, чем в Франции. Это был очень мощный месседж, очень хорошо прозвучавший тогда. Кстати, националисты такого правого толка, они и тогда его за это осуждали, говорили, что вы долбанные леваки, надо выгнать, за каждое слово по-русски отрубать по пальцу и так далее. И уже тогда наметилось это противоречие. В Украине возможен только инклюзивный проект, который включает в себя всех, которые здесь живут. Некоторые считают, что здесь 160 национальностей и народности живут, другие считают, что 53 переписи 17 лет не проводилось, но как бы ни были отражены результаты этой переписи, когда человек пишет «Я украинец», это обозначает свою принадлежность к политической нации, а не к этнической составляющей. Украинская история не сводима и никогда не сводилась к истории украинской этнической массы. Здесь 5 от нас сгенерировалось. Польский, все герои трилогии Есенкевича живут восточнее Кракова, на украинских землях. Как это основные герои? Польский, еврейский проект, российский проект, украинский как таковой и татарский, как минимум. Как минимум, это если не брать больше, там, литвинский, белорусский, и так далее, и так далее. Поэтому всякую тенденцию на унификацию многоукладности украинской надо всячески пресекать. Всякая тенденция на попытку принуждения человека в культурном отношении, не только языковом, вообще в культурном. Попытка бороться с проявлениями культуры, с архетипами должна быть жестоко, жестко пресекаться государством. Грубо говоря, Украина должна стать страной, с моей точки зрения, где наказывают за попытку предъяснять русский или любой другой язык, и где одинаково наказывают за попытку притеснять украинский или любой другой язык. Любой другой. Неважно. Здесь равновесная система. Я бы вообще убирал государство от регуляции культурных вопросов. Я всегда говорю, если вы хотите, чтобы ваш язык победил, вы хотите непременно языковой среды. Вы хотите, чтобы даже ваши враги разговаривали на вашем языке. Пусть он будет враг Украины, но говорит на украинском языке. То вы создаете такой проект привлекательный, культурный, прежде всего. Новые культурные формы, стилистику, которая будет заставлять людей валом бежать изучать этот язык, когда рваться. Вот как иезуиты создали барокко. Что такое барокко? Иезуиты собрались и поняли, что надо чем-то ответить какой-то реформации, которая протестантская проводилась. И они поняли, что через образование, их очень мало было, 500 человек, остановить этот вал протестантский, если его не могли остановить на поле боя, было очень сложно. И решили придумать культуру, которая будет настолько захватывающей, что народ массово туда повалит и будет четко связан с католичеством. Они придумали барокко. Это высший стиль из всех известных человечеств, ничего более сложного, чем барокко. Он был придуман а, искусственно, б, они его считали на самом деле таким низковатым стилем, просто народным. Но была архитектура барокко, музыка барокко, костюмы барокко, мышление барокко. В конце концов, Декарт закончил иезуитский колледж для Flash-коллегии и придумал философию нового времени, будучи учеником иезуитов. Это барочное явление, барочный прорыв. Вот люди создать, новое барокко или новый стиль, и если он будет привязан четко, будет языковые настройки иметь, вы побежите туда. Но проблема-то в чем? Что у настоящей эстетики. Украинская барокко есть. Есть. У настоящей эстетики, у настоящего стиля, у настоящего проекта не может быть языковых настроек. Это очень узкая коробочка языковые настройки. И вот эти вот все немецкие тенденции, которые на самом деле к нам пришли через Российскую империю, потому что мы называем королей французских Людовиками, они Луи, и Генрихами, они утвердились и через Австро-Венгрию в украинском национальном дискурсе националистическом. Решающую роль сыграл Грушевский, когда он переехал, его вытеснили из университетской среды Киевской, он переехал во Львов и заявил, что носителем украинского проекта, вернее, украинской истории является не элитой, не элитой, а народ. Это была сенсация. Тогда взрыв на лекции, всех выхватывали за голову. И вот они начали антипольское, антиавстро-венгерское движение, когда национальное стало народным. Вот в чем вся проблема украинского националистического мифа в том, что, почему против него возражает бывшая, что такое вот распад Украины? 52 миллиона населения, из них примерно 8 миллионов человек заняты в имперском проекте. Это передовываем научно-технические кадры, управленческие кадры и кадры вооруженных сил. Ну, такие вещи, как Южмаш, короче, вся вот эта имперская надстройка, которая не нужна были Украине как национального государства, потому что они четко принадлежали, это была научно-техническая инфраструктура, принадлежащая к великому советскому проекту, красному проекту имперскому. Они стали лишними людьми. Сразу. Этих людей в чем обвинили? В чем обвинили инженеров Южмаша, русскоязычных людей и высших научно-технологических элитов? Что первое, вы потенциальный предатель. Сразу, вы враги. Вы лично собой и вся ваша семья и все ваши родственники, а вы собой уособливаете все то, что вредно Украине, все то, что всю жизнь давила Украину, притесняла Украину. И теперь мы с вами будем делать то, что вы с нами делали 300 лет, вернее, те, которые вас управляли. А эти люди задают законный вопрос. Вот я родился здесь и все, вырос здесь. Мои дети, внуки, мои родители здесь похоронены. Я как это, на каком основании я враг? Потому что вы так решили? Потому что вы решили детские комплексы отыграть на, или там даже пусть исторические комплексы этические, решили отыграть на мне только потому, что вот я вот говорю на русском языке. А давайте посчитаем, кто сколько сделал для Украины. Я могу сказать, что я откатался по зоне АТО первые три месяца очень активно, в том числе на оккупированной территории. Мотался там и активно работал. Пытаюсь вот это все останавливать. Первый раз услышал я русскую речь где-то на третьем месяце начала антитеррессийской кампании, вернее, украинскую речь в зоне АТО где-то на третьем месяце, вот это все, где-то под август. Все люди, с которыми я имел дело, все, кто активно работали, были уроженцами Донбасса, как правило, либо центральных областей Украины, говорящих на чистом русском языке. Понимаете, да? И это лишний раз показывает, что только полиэтничный, многоукладный, включающий в себя интеграционный проект может состояться в Украине, когда Украина будет страной для всех национальностей, которые защищаются, где будут прорастать все культурные цветы, которые будут защищать, а конкуренция будет вне зоны влияния государства. Когда люди, сторонники националистического проекта, пытаясь отыграть свои исторические травмы, зовут на помощь государство, я всегда им говорю, почему, когда я говорю с украинской мовой, я не потребую помощь государства, я не потребую співчуття тысяч співвечизников, я просто розмовляю, да? И навіть я написал, что я гордость відчудаю, але я могу сказать, что я не гордость не відчую, я просто задоволення відчудаю от того, что я спілкуюсь украинской мовой без всякой допомоги государства в этом вопросе. Зачем вам нужна помочь государству для того, чтобы разговаривать по-украински? Чего вдруг? А я вам скажу, В чем фишка? Еще один момент. Идея идеологии. Если мы вернулись к этому, то без идеологии трудно разобраться. Проблема в том, что националистический проект, его сторонники, они хотят сделать с иноязычными, неукраиноязычными то же самое, что 300 лет делали с ними. Они кидают, это же русский архетип. Их проблема в том, что они живут с российского архетипа тоталитарного сподавления. Они говорят, Россия нас сподавляла и польские имперские проекты, и теперь мы вас будем подавлять. Мало того, что это еще не имперский проект Украины Витяну Додону, там есть такая еще коннотация очень хорошая. Это попытка прокрутить фарш обратно, сделать исторический реванш за 20 лет или за 10, и повторить все ошибки истории, которые совершались в отношении Украины. Это мало того, что неэстетично, это и неэтично уже, это просто аморально, стараться стать хуже или таким же, как ваши враги, которые вас протестны. Прыжок надо осуществлять над этим всем, быть лучше, чем свои враги. А возможно, какие-то формы примирения между людьми, которые даже оставаясь в Украине, не переезжая на неподконтрольной территории, нет-нет, да и выскажутся за мир, например, были эти студенческие выступления с какими-то рискованными лозунгами. Хотя, если разобраться с точки зрения европейской, то, конечно, еще Черчилль процитировал как-то, кстати, иногда и не кстати, когда была война и ему предложили министра, что сколько же можно, давайте мы сократим расходы на британскую культуру. Саша, наверное, на образование, на все остальное, что он сказал, для чего тогда вообще воюем. Раз мы и воюем для того, чтобы была культура, был язык, был рассвет, просвещение и прочее. Поэтому, когда студенты у нас выступили против замминистра, кажется, с лозунгом «Мир, деньги на образование, а не на войну», потому что они имели в виду, конечно, статья Черчилль скрытая. Но, тем не менее, внутри в обществе есть же не просто озлобленность, есть такая враждебность. И она связана с проектным мышлением, с какой-то идеологией, с манипуляциями. Частью манипуляции идеологии является крайней частью проектов всегда является, грубо говоря, у проекта есть оружие, которое называется идеология. Оно не является стержнем проекта, это является, скорее, его внешней иммунной системой, она всегда делится на черное и белое и борется беспощадно. Но вот смотрите, Троцкий получил ледорубом по голове в конце концов только за то, что он был носителем альтернативного коммунистического проекта, альтернативного сталинскому. Правильно? Зиновьев, Бухарин и так далее. История СССР – это история непрерывной гражданской войны. Пример с Троцким интересный. Все же он находился в эмиграции. Так это же свой даже. Это практически был свой. Это второе лицо после Ленина было в создании Советской России как таковое. Но то, как его гибель выглядела, как может быть столкновение проектов. Да. Так вот, что есть на Западе? В чем фишка Запада? Конечно, Евросоюз уже трудно в этом отношении назвать, но вот Америка еще остается примером. Или Британия. Хотя Британия уже меньше. Америка еще остается проектом. Вернее, примером. Когда все эти проблемы не заметаются под ковер, как делается у нас, в украинском коллективном бессознательном есть очень неприятная черта. Очень неприятная, которая нам все портит. Это заметание проблем под ковер. Заговаривание. Вместо того, чтобы их вынимать и ложить на стол и разбираться с ними, мы все время их заметаем под ковер, пусть все может рассосется, оно накапливается, а потом взрывается. Оно приобретает взрывоопасное содержание и, в конце концов, выстреливает отъемом Крыма и Донбасса и проблемами на Закарпатье и так далее. Идут проблемы, когда одни студенты режут других на улицах Киева. Ультраправых и ультралевых. Или ультралевых и ультраправых. Такие случаи тоже были. Да, вот эта история, я же не доведу, со Стасом Сергеенко. Это же еще, конечно, предстоит доказать в судах, кто напал и так далее. Но у нас понятно, как суды действуют, не торопясь. Шереметт, по-моему, пока еще не расследовали. И еще пару случаев про этого экс-депутата уже забывать начали. А тут молодого парня буквально скололи ножом. Магилянка написала, что надо расследовать. Но вопрос, что проявилось вот в этом инциденте? Я думаю, что это ультраправые столкнулись с ультралевыми. Ну, тут, конечно, есть момент столкновения, но расследовать надо. А вообще, с точки зрения проектного мышления, что это какие-то люди, которые... Это конфликтуют два крайних проекта, конечно. Два крайних проекта. Ну, это же какие-то, по сути говоря, криминальные, не скажу там, банды, но это какие-то... Это националистические с российским упакованным в еврооболочку. Вот такая штука проявилась. Потому что, казалось бы, студент Магилянки – это евроцентрический дискурс, либеральный очень. Либерально-социалистический. Ну, да. Но его правые очень сильно, как они говорят, обоснованно подозревают в работе на российские спецслужбы или то, что он инспирирован на российские спецслужбы. Отец, ну, скажите, конечно, европейского проекта. Насколько допустимы такие вещи? Ну, я скажу, в Европе всякого... Ну, что значит допустимо? В Европе... Как нам быть в Европе с таким вот... Я вам скажу так. В Европе проектные войны убивают больше людей, чем в Украине, если исключить фронт. Вот к чему нам нужно, так сказать, стремиться. В чем фишка? Чего не понимают? Чего не понимают люди? Что в Европе каждый год убивается гораздо... В проектных войнах гораздо больше людей физически гибнет, чем в Украине за все время ее независимости. В Украине только начинаются еще проектные войны, да? Совершенно верно. И надо понимать, что даже если победит евроцентристский проект... Опять же, логика все та же. Любой проект победит, один какой-то. Победит российский проект, начнется украинская партизанская война против российского проекта. Мощная. Победит евроцентристский проект, начнется война других проектов с ним. Победит националистический проект, будут воевать евроцентристский, российский и три группы партизан против него. Победит советский проект, будут воевать все остальные. Какой сейчас проект побеждает в Украине? Ведущая какая-то есть у нас? Я думаю, что... Юго-шпоздущая диалога, а ведущий проект? Сейчас наиболее сильный проект это российский. Здесь в Украине? Однозначно, российский. В том-то и проблема. И вот он как раз это исключающий или наоборот российский? Российский носят проект специфический характер. Он носит псевдо-цивилизационную. Он не является цивилизационным, ему не хватает размаха по культуре. Например, ни с христианским, ни с исламским. Запретили же они там с Нидией Еговой и чего, да? Да. Замечательное решение. Он предлагает проект... Запретили и, по сути, религиозных людей, которые там их тысячи же, десятки тысяч. Да, это тоже борьба с альтернативным проектом. Но это свобода, как минимум, собственно. Для расповедания, да. Для расповедания. Это нарушение российского законодательства. Но они же никогда такие претензии не предъявляют. Все-таки кучма правил, когда Украина не Россия. У нас, по-моему, не запрещают. А россияне иначе это юридически оформляют. Они говорят, что они являются не правительственной организацией, которая проводит финансирование антироссийской деятельности государства. Их не как религиозную организацию запретили, а как этот сам. Смотрите, это та же самая история, почему в ЛНР, ДНР и в Крыму, в Республике Крым, как Россия ее трактует, украинский является государственным языком. Это мало кто знает. Статья 10 Конституции ЛНР. Украинский язык. Один из государственных языков ЛНР. Статья 3 Конституция ДНР, так называемая. Это украинский язык. И в Крыму три. Даже надписи в Крыму. Русский, татарский и украинский. То есть они формально это все соблюдают. Если закрывается Меджилис, то это ему предъявляют претензии не как орган самоуправления татар, а как альтернативным органам, альтернативным властям. То есть это покушение на основу государственного строя. То же самое свидетели Йегова. Их осудили как НКО, а не из религиозной деятельности. Тут хитрые формулировки. Россия обладает опытом на национальном строительстве. Они знают, кому какие претензии предъявлять и какие формальные языки. Я же думал, что они уйдут в катакомбы. Катакомбные свидетели Йегова. Старожевая башня. Старожевые подвалы. С не смехом, но люди-то какие, да? Вверх буклеты нормальные, можно почитать что-то. Я противник, принципиальный, глубокий противник того, чтобы вопросы культуры регулировались государством. Лучше отделить религию. Ни в коем случае, да. И вот когда начинают призывать государственный гнев на головы и на язычных, и на культурных, то это последнее стоит. Это надо останавливать. А насчет этого российского проекта в упаковке, получается, в ЛНР, в Крымской упаковке или в какой-то даже националистической упаковке. Это вообще правильно? Нет, это не российский проект. Это чисто российский, кремлевский проект государственный. Что он предлагает? Он говорит, что Россия должна быть полноценным игроком всей Ялтинско-Поздамской системе отношений. На Ялте же была большая дискуссия, это мало кто знает. Там ставился вопрос, а не свести ли Европу или евразийское пространство к четким национальным государствам по образцу 1608 года, как была задумка. И долго думали, но естественно, Советский Союз сказал, нет, ни в коем случае мы этого не допустим. Потому что были проблемы, вернее, логика раздела Польши, Румынии и прочее, прочее. И, например, операция Висла стала следствием. И подобное, там, выселение судетских немцев и так далее. Это все стало отголосками вот этой попытки создать национальное государство с четко очерченными по границе проживания этнических масс. Советский Союз, естественно, не согласился, потому что интернационализм, пятое-десятое, сшит из очень многих наций и национальностей. А такой проект был. Серьезно дискутировалось, что давайте наконец поделим евразийское пространство четко по национальностям и не будет поводов для войн. Не сработал и не может сработать. Слишком пестрое тело земли, оно перепутано этническое. Российский проект почему самый сильный? Потому что он дает ответы, очень быстрые, актуальные ответы на вопросы, которые всерьез волнуют украинцев, тех же и белорусов. Как это? Как прекратить войну? Раз. Как перестать разрывать страну на части и наконец-то начать жить чем? А как прекратить войну? Мы просто с этим можем все бьемся? Подача российского проекта очень четкая. Они говорят, декларируйте на государственном уровне, что вы не пойдете в ЕС и НАТО. Натальский бас не будет здесь никогда. Что у вас в вашей территории никогда не будет представлять угрозы России, проецироваться на Россию. Станьте нейтральной страной. Говорите на каком хотите языке там. Хотя русский не прижимаете, конечно. И исправно работайте на российскую экономику. Давайте интегрироваться. Хрен с вами уже не таможенный союз, который все равно не пошел даже в рамках Казахстана и Делоруссии. Но вот такая финляндизация. Грубо говоря, вы живете как хотите. Даже на мове разговариваете. Только никакого ЕС и НАТО. И никаких попыток антироссийской деятельности с территорией Украины. Это значит внутренняя цензура и внешняя цензура. В принципе, очень многие люди готовы с этим согласиться. Потому что родственники, экономические связи, бывший народно-хозяйственный комплекс СССР, Россия огромную тень дает на Украину. Мы когда-то с ней говорили. Многие воспринимают как данность неизбежности. Америка далеко. Европа никакая. Рассчитывать серьезно на ее защиту не приходится. Вот мы прям воюем никакой помощи даже для дальнего оружия. Давайте дадим гарантию безблоковости. И война прекратится. Неужели запрещать российскому попсу и мы тогда решим? Ну противостоят. Это опять же борьба с культурной борьбой. С лолиты это не борьба за государственный проект цивилизационный. Поверьте мне. И с российскими певцами и так далее. Это куриная возня в рамках националистического проекта. Если не можем победить российский национальный проект, давайте победим хотя бы российских певцов. Это к сожалению. Это внутри проектная борьба. Это внутри проектная борьба. К сожалению да она обретает такие формы. При всем моем уважении к украинским националистам. Я их очень ценю. Потому что это бравые хорошие хлопцы и девчата. Такие с горящими сердцами. Наиболее из всех носителей проекта я наиболее симпатизирую националистам. Но я же им все время говорю, что вы убьете Украину. Если ваш проект победит, вы его убьете. Вы убьете Украину. Ее не будет. Будет черная рада, руина и все. Проблема в чем, что как противостоять российскому проекту? Российскому проекту надо противостоять так. Я бы сделал вот что. Я бы сделал безблоковое государство. Однозначно. Вплоть до сдачи гарантии, а не вступление в ЕС и НАТО. Но очень сильно. Сильной милитаристской составляющей по типу Швейцарии или Израиль. И реализовывал бы свой уникальный украинский проект, который полиэтничный, поликонфессиональный, многоязыковой. И выводил бы его, учитывая акцентуацию, которая всегда будет стоять на Украине, посвященной космонавтике, программированию и авиации, то есть высших техногенных таких вот сфер. Я бы выводил за счет вот этих мостов, за счет высоких технологий и перевода, создания условий для перехода на четвертую индустриальную революцию, хотя бы технопарками выводил бы на общее мировое значение Украины через совместные космические проекты, проекты инфраструктурные типа Гиперлупа, там того же с маском, проекты инсталляции новой промышленности, которые имеют четкий наднациональный характер и уже являются проектами глобального человечества. Есть опасность попасть в тот исключающий проект? Каким образом? В борьбе с российским проектом мы попасть можем в исключающий какой-то, нет? Или там закладывается вот эта мультикультурность, что вы сказали, и открытость в Европе все-таки? Не-не-не. Как свой путь здесь существует? Закладываются другие вещи. Я туда запутался, Алексей. Закладываются другие вещи. Еще почетче, проговори вот, чтобы уже так было ясно. В основу пятого проекта должен быть заложен архетип Запорожской Сечи. В этом смысле он с этой почвы. Там никогда не спрашивали какую-то национальность. И на каком языке ты говоришь? Там спрашивали, Бога веруешь? Да, вот купьешь, заходи. По крайней мере, так гласит популярный миф о Запорожской Сечи. Были периоды, когда треть Запорожской Сечи составляла полотеркоязычное казачество, сбежавшее татары, крымские и так далее. Поляков было. По одной из версий, не самой популярной, но есть такая версия, что Максим Кривонос один из подвижников Хмельницка был на самом деле шотландским протестантом, сбежавшим и казачиным здесь уже. И так далее, и так далее. Поэтому, проблема Запорожской Сечи, вот этого архетипа, то, что он не техногенный. Почему Запорожская Сечь, там, гетьмачина проиграла России? Потому что была централизация, техногенная революция совершенная, технологическая, совершенная Петром, а Украина не прошла. Эта дорога, имея самоуправление и практически являясь автономной единицей в составе России и дав лучшую управляющую элиту России. В том числе придумавшая сам проект Российской империи устами и мозгами Феофана Прокоповича. Преподавали Киево-Магилянской академии, главы Синода Российской. Он придумал Российскую империю как таковую, три единства народов. Вот этот миф, который должен был заместить миф Третьего Рима. Это его авторство. Еще три года ходил с их угодом. Надо бы напомнить всем, что Российская империя придумана и Украинская академия. Ну так князь Трубецкой, он же чем занимался? Николай Сергеевич, он же посвятил разоблачению украинского влияния на Россию. В России продолжается преемственно сесть с тем имперским проектом, да? В России однозначно есть имперский проект, но там борются башни Кремля за трактовку имперского проекта и конкретно в какую сторону направить. Они все имперцы в этом смысле, даже самые либералы. Но как это? Есть либеральная империя, есть экономическая, есть энергетическая империя, есть постсоветская империя, чисто российская империя. Много разных империй. Как избежать исключающего проекта цивилизационного в Украине, который имеет отношение к цивилизационным националистическим? Надо сказать, что Украина земля свободная, территория такой, как она всегда была. Сюда должны приехать все люди со всего мира, которые должны получить свободу творчества, свободу выражения, культивирование архетипов, свободных движений души. Наиболее благородные условия швейцарству здесь должно быть работать в украинском технопарке лучше, чем в Швейцарии или в Силиконовой долине. Вот такую страну надо строить. Понимаете? Такое утопичное или все-таки пока… Так это… Станиславский очень четко говорил, замахиваться в искусстве невозможно, только тогда может что-то получится. А послезавтра, а не а завтра? У нас что держит? Смотрите, мы наиболее слабыми за всю украинскую историю, начиная с 15-го века, мы были в период весны 14-го года. Мы не развалились под стражным внешним давлением, при отсутствии легитимной власти и полном развале внутри. Вопрос, почему мы не развалились? Значит, есть идеалистическая и рациональная идея, которая держит нас всех вместе. Такие разные города, как Одесса и Сумы, Львов и Луцк. Мало кто знает, но те, кто имеет с ними дело, знают, что Луцк от Львова отличается ничуть не меньше, чем Одесса от Донецка или Одесса от Хмельницкого. Потому что это везде очень разные похоронные обряды, рисунок вышиванок, украинский язык с очень разными произношениями, акцентами и так далее. Украина, возможно, дадим такой образ попроще, как Соединенные Штаты Украины. Конечно, постоянным российским требованиям, Медведчуковско-путинским, о федерализации, они нам сильно подгадили эту идею. Надо заменять каким-то словом, типа конфедерация или чего-то там такого. Но Украина, возможно, только тогда, когда каждая область, плыкая свое, является, как бы я сделал, она может инсталлировать себе по умолчанию то, что она хочет. И кто-то всерьез надеется, что Одесса будет говорить только на украинском языке. Она принципиально, там другая модель принципиально инсталирована на украинском юге при Черноморье, где Потемкин проводил гигиенический эксперимент и цивилизационный эксперимент, растил другую нацию. То есть там никогда не будет такого. Никогда. И никогда ты не заставишь, сколько школьникам не учи. Просто они выучат украинский, будут с удовольствием им пользоваться в межгосударственных делах одновременно со всеми теми языками, которые всегда знает портовый город. И так далее, и так далее. Надо дать им возможность максимальной автономии, по примеру, американских Соединенных Штатов. А вот межгосударственным языком, который между штатами действует, должен быть украинский, безусловно. И вот эта модель сработает. Я вполне допускаю, например, болгароязычные районы в Одесской области, которые местным в результате спуска полномочий на местное самоуправление установили у себя болгарский язык. Например, или сербский, или гагаузский, тюркский. И так далее, и так далее. Вот такая Украина. Если мы не развалились весной 2014-го, мы не развалимся, тем более, когда мы будем максимально сильными на экономическом росте, и создадим условия, где расцветают все цветы, а одни цветы другие не вытаптывают. Даже если их, у них есть длинный исторический счет, там, трехсотлетней давности и огромным количеством жертв оплачены, когда вытаптывали их. Мы не можем предлагать, государство не может предлагать, и нация не может предлагать отдельным своим членам или группам подавление в ответ на то, что когда-то было подавлено. Это тупиковый путь, который убьет Украину. Убьет Украину. Ни в коем случае этого нельзя. Соединенные Штаты Украины. Я понял. Мысли, кстати, замечательные. Так вы неожиданно пришли к такому резюме. Но я хочу предложить вам встретиться между этими главными майскими праздниками. Первые, май и так далее, и вот девятые. И поговорим немножко о праздниках, и о советских, может быть, обрядах, которые стали вдруг… Главная система, образующая мифы Советского Союза. Давайте в этом промежутке, если у вас будет время, между праздниками, не уедете никуда из Киева. Уезжайте. Тогда после 9 мая уже будем анализировать последствия. Я в праздник. Кстати, как вы думаете, в этом году будет какой-то, может быть, ваш прогноз столкновения? Будет обострение, да, значит. Будет обострение. Смерть представителей ОБСЕ, его убили россияне, скорее, ну, исключая там полпроцента того, что они подорвались случайно, тоже не исключено. Или эксцесс исполнителя произошел, чтобы они не совали нос туда, куда не надо. Там сейчас идет концентрация на одном бассе российских войск, переходят границу, они планируют обострение. Миссия начала месяцев пять уже как хорошо работать. Крайним подтверждением является заявление трехнедельной данности Хуга о том, что нарушаются минские соглашения с той стороны, слишком большая концентрация войск. Для того, чтобы они не лезли, не наблюдали слишком много, сначала стреляли по беспилотникам, помните, да? А теперь убили, и миссия отдала команду сидеть никуда не соваться на самом деле. Поэтому, как это, обострение будет, но его надо правильно понимать. Чтобы сейчас не подумали, что сейчас будет штурм Мариуполя, они не в состоянии этого сделать. Это будет обострение обстрелов, скорее всего, оно уже идет. Попытки каких-то локальных действий, но традиционно Россия не сможет со своим имперским проектом игнорировать две самые главные данные. Первое, 9 мая, а также 2 мая в Одессе. Для них это Одесская Хатынь, они не собираются этого прощать и забывать, и так далее, и так далее. Будет обострение, и наши спецслужбы прямо там заявили уже, что планируется там, там, там. Это нормально. Это будет еще очень-очень долго, потому что война идет, и война не собирается останавливаться, как внутри Украины, так и Украины с Россией, там и другими субъектами внешних. Война проектов. Конечно, не благодарю, но за интервью, Алексей, спасибо. И было интересно, продолжаем нашу трассляцию, а с Алексеем местующим в этой студии мы еще встретимся, я думаю, что и не раз. Ну и заступающий праздник у вас.